В детстве представлял, что проглатываю чей-то глаз. Такая странная фантазия. Но потом я устал только фантазировать, я воплотил это в реальность. Отрубить голову человеку довольно легко. И когда я это сделал, то решил, почему бы и нет. Может, на вкус она так же хороша, как и на вид. Тогда-то я и понял, что я маньяк. Вид Эдмунда Эмиля Кэмпера III внушает благоговейный ужас. Его рост 2 метра 6 сантиметров, а вес 127 килограмм. Но преступления, в которых его обвиняют, еще ужаснее. Мой отец был первым психиатром, который работал с Кэмпером. У меня есть оригинальные записи. Их разговоров с Кэмпером в тюрьме до того, как тот предстал перед судом. Адвокат защиты попросил его выяснить, был ли Кэмпер вменяем на момент совершения преступлений. Думаю, никто не слышал эти записи с 1973 года. Меня как-то бесило наше общество. Я сказал, к черту, я уничтожу то, что общество любит больше всего. Убийца студенток. Разум монстра. Переведено и озвучено студией Пазлвойс. Итак, это некоторые из артефактов, которые хранились у меня не один десяток лет. А сверху коробки судебная зарисовка моего отца, когда тот давал показания в суде. И в детстве часто сидел рядом с художником, который рисовал эти скетчики. Меня зовут Монти Ланди. Я старший сын Дональда Ланди. Он был психиатром, который занимался делом Кэмпера. На этой фотографии он сидит в кабинете в окружении пяти своих детей. Примерно в это время он работал над делом Кэмпера. Вот наша с папой общая фотография. Это 1973 год. Он молодо выглядел. Кажется, он даже умер без единого седого волоска на голове. Он был всего метр семьдесят ростом. Не самый внушительный человек. Пока ты не вступал с ним в спор. Я уже с самого раннего детства понял, что спорить с ним себе дороже. Если не ошибаюсь, он был самым молодым доцентом Стэнфордского университета. И тогда он взял меня с собой в тюрьму на интервью с Эдом Кэмпером, что произвело неизгладимое впечатление. Окружная тюрьма Сан-Матео. Я сидел в зале ожидания, но все равно видел, что происходит в тюрьме, и все слышал оттуда. Весь этот шум и лязг решета, как кричат люди. Очень сумбурная обстановка. И папа разговаривал с Кэмпером целых полтора или два часа подряд. Черт, здесь так шумно. Да. Что это у тебя, пропуск? Да, такие выдают на входе. Иначе не пустят. Причем они дали мне адвокатский пропуск. Наверное, для врачей закончились. У папы всегда было сухое чувство юмора. И это очень чувствуется, когда он говорит о пропуске, и что его, наверное, приняли из-за адвоката. Но таким образом он располагал их к себе, говорил с ними, как с нормальными людьми. Таким образом он втирался им в доверие. Что ж, мне нужно задать вам несколько конкретных вопросов касательно ваших жертв и состояния вашей психики. Мне постоянно приходили на ум эти мысли. Каково это убивать человека? Короткие вспышки, которые не давали мне покоя. Все началось в мае прошлого года. Санта-Крус. Санта-Крус, 1972 год. Калифорнийский университет в Санта-Крус. Я сейчас смотрю на две свои фотографии. И, боже, я и правда была молодой. Я Луита Ашпенгер, и я получила степень бакалавра в Калифорнийском университете. Я поступила в университет в 71-м. На тот момент университет работал всего шесть лет. Будто открылась новая вселенная. Я была молодая и здоровая, и мне казалось, что передо мной открыты все двери. Мы боролись против установки 50-х, которая гласила, что женщины учатся, чтобы получить степень жены. Так тогда шутили, что мы получаем степень не бакалавра, а жены. Тогда студенток в университетах называли совместно обучающимися. Это указывало на то, что мы учимся в университете, в который принимают и женщин, и мужчин. Но при этом так называли только женщин, что привело к сексуализации образа студентки. Вы представить себе не можете, сколько тогда выходило порно со словом «студентка» в названии. Студентки в постели, студентки отжигают. Именно против такого отношения к себе мы, женщины, и боролись. Калифорнийский университет в Санта-Круз. Тут городок находился на холме. Собственно, именно поэтому его часто так и называли «Город на холме». И он находился довольно далеко от Санта-Круз. Нам надо было как-то перемещаться, многие из нас работали, а машину позволить себе не могли. Там ходили автобусы, но по очень ограниченному графику. Так что мы автостопили. Привет, садитесь. И это было интересно. Мы знакомились с людьми. Это было совершенно бесплатно. И мы, как женщины, только-только обретя силу и независимость, ездили автостопом. 7 мая 1972 года. Я любил Санта-Круз за то, что там много девушек-автостопщиц, потенциальных жертв. Кого вы убили первым? Хочу составить полную хронологию. В первый раз я убил сразу двоих. Мне удалось их обольстить. Это говорила моя личина. Внешний фасад. Ведь я должен был выглядеть нормальным человеком. У первой девушки были такие красивые голубые глаза. Огромные. Они меня разодорили. Меня зовут Майкл Алуфи. Но все зовут меня Микки. Так меня много лет назад прозвала мама. Я родился и вырос в Санта-Круз. Летом 1972 года я поступил на службу детективом в сыскное бюро. И типичными преступлениями в Санта-Круз в то время были кражи, вооруженные ограбления, подростковое хулиганство. И все в таком духе. Но в 1972 году все резко переменилось. Я отвез их в Хейворд-Хиллс. Поначалу мне было боязно делать что-то такое. Это было рискованно. Ясно. Так и как вы их убили. Ножом. Было столько кровищи. И потом я выбросил их тела в горах округа Санта-Круз. Мы находимся в горах Хлома-Приета. В 1972-м здесь проходила туристическая группа. И они нашли у обученной тропы человеческий череп. Вот здесь. Он разложился до полной неузнаваемости. Было не понять, женский он или мужской. Человеческая голова без тела это шокирующая находка. Какое животное могло сотворить подобное с человеком? Мы обыскали местность на предмет останков, но так ничего и не нашли. Мы оказались в тупике. Что касается опознания жертвы, никто не заявлял о пропаже человека. И мало что можно сделать, имея на руках только череп. Я тогда выбросил много улик, таких как окровавленные тряпки или газеты, которыми я убирал кровь. Вещи, которые могли стать зацепкой. Я не хотел оставлять зацепок. Один отпечаток, и я попался. Тот, кто это сделал, все еще был на свободе. Так что мы не знали, чего ожидать дальше. Для округа Санта-Круз это стало началом кошмара. Вчера меня навещала младшая сестра. Или позавчера. Она сейчас живет в Санта-Круз, да? Да. Мы с сестрой были очень близки в детстве. Она была моим лучшим другом. Еще здесь у меня есть кассета с Эйлен Берг, это младшая сестра Кэмпера. Папа всегда считал нужным собирать дополнительную информацию. И поэтому он связался с младшей сестрой Кэмпера, чтобы понять, что сделало его таким, какой он есть или был. Он пригласил ее на интервью, и та согласилась. Вы младшая сестра Эда, верно ли? Насколько вы младше? На два года. И сколько вам сейчас? 22. Давайте начнем с вашей семьи. Вы помните период, когда еще жили с отцом? В детстве он был с нами очень холоден. Я помню, как он часто нас отвергал. Он отказывался нас обнимать. Не давал сидеть на коленях. Говорил, что мы слишком тяжелы. Мама всегда говорила, что начала замечать перемены в поведении брата, когда ему было два. Из-за холодности отца. Меня зовут доктор Кэтрин Рамсланд. Я преподаватель криминальной психологии. И вот уже 25 лет я пишу книги о массовых убийцах и серийных маньяках. Я изучала Эдда Кемпера и даже короткое время вела с ним переписку. Эдмунд Кемпер родился 18 декабря 1948 года в Бёрбанке, Калифорния. У него было две сестры. Одна на пять лет старше его и Эллен на два года младше. Он был средним ребенком. Судя по всему, его отец, Эдмунд младший, был слабовольным человеком. И потому всем в доме заправляла его мать, Кларнелл. Его отец был ветераном Второй мировой войны. А потом устроился электриком в Тихоокеанский полигон. Ядерный испытательный полигон. И он сказал показательную фразу, что работать с ядерным оружием и то приятнее, чем быть рядом с Кларнелл. Я помню, что они с мамой часто ругались. Хорошо это запомнила. Они не уживались, ссорились. Например, мама часто говорила, что он тратит слишком много денег. Вел себя безответственно. А он уходил и напивался. А как он относился к вашему брату? Какие у них были отношения? Между Эдом и папой никогда не было близких отношений. Он не питал к нему отцовских чувств. И Кларнелл, и ее муж оба были достаточно строгими родителями. Редко выражали свою любовь. Что в 50-х было не такой уж редкостью, но это влияло на детей. И в случае Эда Кемпера это привело к падению самооценки и уверенности в себе. И все это усугубилось, когда его родители приняли решение развестись. Это еще больше обострило его чувство ненужности. В начале 70-х Санта-Крус был местом мира и любви. Воплощенная эпоха Водолея. Люди чувствовали себя счастливыми и свободными. Это было идеальное место для 24-летнего меня. Меня зовут Том Хёнинг. В начале 70-х я работал репортером в Санта-Крус Сентинелл. Я был неопытным репортером, которого наняли, чтобы писать о местных преступлениях и судах. Но я даже не подозревал, что мне предстоит освещать настолько громкое дело, потому что нежданно, негаданно в горах Лома-Приета полиция обнаружила череп. Управление шерифа в те дни редко сталкивалось с убийствами, так что у нас практически не было опыта в таких делах. Тогда я только-только поступал на службу детективом, и это стало моим самым первым делом. Я решил бросить себе вызов. Узнать, по силам ли мне такое. В управлении шерифа был всего один компьютер, стоял в подвале. Это была допотопная система, но она помогала мне в работе. Например, я мог залезть в компьютер и найти историю судимости человека. Улики по насильственным преступлениям, такие, как эта одежда, изучаются экспертами из лаборатории по изучению волокон и тканей. В то время мы еще не знали о ДНК. Тем не менее, эта эпоха считалась золотым веком криминалистики. Это потому, что тогда мы использовали самые всевозможные технологии для выполнения задач. Микроскопы, отпечатки пальцев и так далее. И с помощью черепа мы могли узнать, как человек выглядел при жизни. Но округ Санта-Крус находится на побережье. Летом здесь очень жарко и влажно, что приводит к быстрому разложению тканей. И поэтому за период от шести недель до нескольких месяцев, пока череп лежал там, вся ткань исчезла. Но даже в таком случае по черепу можно определить возраст человека, принадлежал ли он женщине или мужчине. Но важнее всего зубы. Через компьютер в управлении мы получали доступ к делам о пропавших людях. И обычно в таких делах содержится стоматологическая карта. И мы смогли сравнить ее с зубами черепа. И выяснилось, что череп принадлежит Мэри Энн Пэше, студентке из Фресна. Когда они ее опознали, я увидел ее фотографию. И она была очень привлекательной девушкой. И я подумал, кто мог сотворить подобное. Меня зовут Терри Медина. Микки Ауфи был моим напарником. Мы работали с ним в одном кабинете и близко дружили. Раскрыли вместе немало дел. Мэри Энн Пэше. Нам сообщили, что она пропала вместе со своей лучшей подругой Анитой Лучесой. Обе они пропали в районе округа Аламеда. Обе были молодыми студентками. Детективы в Аламеда нашли человека, который видел, как они садились в какую-то машину. И на этом наше продвижение по обоим делам на какое-то время застопорилось. Мне очень это нелегко. Говорить об этом? Ну да. Хорошо, что было дальше? Третья жертва. Я отъехал далеко вдоль побережья. Я думал, интересно, что бы она сделала, если бы узнала, что через 10 часов будет лежать мертвой в чьем-то багажнике. А на следующий день ее расчленят. Ворота открыты, добро пожаловать в Монтану. Хелена, штат Монтана. 1957 год. В 1957 году Клар Нелл получила работу в Хелене, штат Монтана. Ей предстояло растить троих своих детей, как мать-одиночки. И в этот период оставшимся без отца детям еще и приходилось приспосабливаться к совершенно новому месту жительства. В это же время они начинают играть в странные игры, которые придумывал Эд. И эти игры упоминаются в некоторых разговорах Ланди с младшей сестрой Кемпера Эллен. Уже в раннем детстве Эдмунд часто делал странные вещи. Помню, как бабушка и дедушка подарили мне куклу в маленьком сундучке. Очень красивую, ручной работы. И однажды я достала ее, чтобы поиграть, но у нее были отрезаны руки. Он отрезал ее руки. Что было странно. Он начинает думать о смерти, придумывать о ней истории. Он рассказывал о каких-нибудь странных фантазиях в детстве. Я помню, как он рассказывал о газовых камерах. И у нас была игра, где он как бы заходит в газовую камеру, а я его палач. Было страшно. То, что он постоянно думал и фантазировал о смерти, совсем неудивительно. Потому что на самом деле это фантазия о полном контроле над другими людьми. У нас была кошка, и однажды он на нее разозлился. И поэтому он взял и отрезал ей голову штык-ножом. А потом завернул останки кота в банный халат и положил их в чемодан. И кто их нашел? Мама. Жестокость по отношению к животным характерна для многих серийных убийц. И особенно, если впоследствии целью этих серийных убийц станут женщины или девочки. Это моя коробочка воспоминаний в память об Айко. В ней вырезка и статья о нашем выступлении на день ООН у озера Мерит в Окленде. Мы с Айко познакомились, когда мне было 12. Мы вместе ходили на занятия по корейским танцам в Сан-Франциско. Мы обе были единственными детьми в семье, которые росли без отца. Мы были почти как сестры. И, как и все девочки 12 лет, мы болтали без умолку. Разговор никогда не прекращался. Это дневник, который я вела в подростковом возрасте. И я впервые за все это время с кем-либо им делюсь. Я очень давно не заглядывала в него. Сегодня мне позвонила Айка, и мы ходили в кампус университета в Бёркли покормить белок. А вчера вечером мы ели ириски и делали свечки. 11 марта 72-го года виделась с Айко. Она сильно изменилась. И это последняя запись об Айко в моем дневнике. Последний раз я видела Айко, когда дожидалась автобуса. И тут, на другой стороне улицы, я увидела Айко. Я очень обрадовалась, потому что мы с ней давно не виделись. И когда я ее заметила, она подняла палец вверх, чтобы словить попутку. И я была просто в шоке. Нам было всего по 15. Матерь Божья. Я махала ей рукой, но она меня не замечала. Из-за машины это была оживленная улица. Подъехал мой автобус. И я на него села. 14 сентября 1972 года, через два месяца после обнаружения черепа Мэри Энн Пэше. Третьей жертвой стала Айко Ку. Где вы ее подобрали? В Беркли. И о чем говорили? О, мы с ней поговорили два с половиной часа. Как у нее дела в школе? И какие проблемы были у меня? Я притворился, будто хочу покончить с собой. Потом я сказал ей, что она похищена. Она была очень послушной. Я не просил ее ни о чем таком. И не притронулся пальцем, пока не залепил скотчем у рот. Полиция просит о помощи в поисках пропавшей девочки. В какой-то момент из управления полиции Беркли нам сообщили, что пропала девочка-азиатка. И они поступили так, как часто поступали с делами о пропавших людях. Они могли бы исчезть это похищением, будь у них больше улик. Чем имелось тогда? Но тогда они решили, что это просто сбежавший из дома подросток. Тогда было так много сбежавших подростков, о пропаже которых заявляли родители. И они не всегда пропадали при каких-то подозрительных обстоятельствах. Родители просто говорили, мой ребенок пропал. Но с Айка Ку была совсем другая история. Ее мама знала, что она должна была быть в школе танцев. И знала, на каком автобусе она туда ездила. Но в школе танцев она так и не появилась. И поэтому со временем она начала считаться пропавшей без вести. Я видела, как миссис Айку и ее мама расклеивала по району объявления о пропаже. Спрашивала, видел ли ее кто-нибудь, кто общался с ней последним. Айка была без преувеличения смыслом всей ее жизни. И я не могу себе представить, как она не находила себе места, пытаясь выяснить, что случилось с ее дочкой. Потом я отвез ее обратно к себе домой. Сфотографировал после того, как убил. Я придавал ее телу разные позы, чтобы получилось красиво. Но она быстро мне надоела. На следующей неделе мне на глаза попала статья, и там была фотография Айка. И я помню, как тогда подумала, господи, Хейзл, может, тебе стоило пропустить тот автобус. Может, тебе стоило подойти к ней и отговорить ее. Как вы избавились от тела? Я расчленил его, разрезал на куски в моей ванной. И потом хорошенько прибрался, с виду и не скажешь, что там происходило. Она была настоящим талантом. Она стала бы кем-то, чего-то бы добилась. И она просто была хорошим человеком. Хелена, штата Монтана, 1957 год. Когда Клар Нелл с детьми переехали в Монтану, то ей пришлось распределить их по спальням. Дочкам она выделила по собственной спальне. И еще в том доме было подвальное помещение, которое она, видимо, сачала подходящим для мальчика девяти лет. И ему стало казаться, что его заточили в каком-то подземелье, в чем-то вроде пещеры. Смысл заключался в том, чтобы, поселив его в эту страшную комнату, сделать из него мужчину. Он был совсем маленький, и это сильно на него повлияло. Там было темно. И включить свет можно было только спустившись. Он очень боялся этого места. Ему постоянно снились кошмары. Он рассказывал о том, что ему было страшно? Иногда он кричал во сне. Он умочился в постель? Да, иногда. И тогда я впервые начала замечать, что он боится людей. этот маленький мальчик растет с чувством, что он отвергнутый ребенок. Он нежеланный ребенок. И его гнев начинает закипать. Странные мысли начали посещать вас уже тогда, да? Да. Странные сны, непонятные фантазии моей матери. Например, я держал на нее обиду. Мы одновременно и любили, и ненавидели друг друга. Так о чем вы фантазировали? Тогда мне начинало казаться, что я смогу убить весь мир, если буду достаточно усердно молиться. Я решил, что мы с Богом на короткой ноге. И что? Если я сильно его попрошу, то он убьет всех людей. Август 1963 года. Эд больше не хотел жить со своей матерью, и поэтому осенью 1963 года он сел на автобус до Калифорнии, чтобы там найти отца и восстановить отношения с ним. У отца была роскошная новая жена Элфрида, и Элфриде Эд показался очень жутким. Это была роскошная немка. Раньше я не ей фантазировал. Ей было со мной неловко, я просто сидел и смотрел на нее. И потом произошел случай, когда однажды он подсмотрел, как она раздевается в спальне. И после этого она хотела, чтобы он как можно скорее покинул их дом. Эд слышал, как отец говорил о нем, что он только портит его новую жизнь. Брат потом еще долго плакал. Фрида не собиралась терпеть присутствие мальчик в доме. и поэтому на Рождество отец Эда решает отвезти его к своим родителям, бабушке и дедушке. Нордфорк, штат Калифорния. Они жили на уединенном ранчо или ферме в Нордфорк, штат Калифорния, в 400 километрах от них. Якобы, чтобы погостить на празднике. Но затем, когда отец уехал домой, он оставил сына с ними. По сути, избавился от него. Обманом убедил поехать. И Эд никак не мог оттуда уехать. И с этого момента Кемпер живет изолированной, одинокой жизнью. И понятия не имеет, что ему делать и куда двигаться дальше. За последние 2-3 года я подобрал около 200 девушек. Но вы не убили все 200, верно? Конечно. Как-то я подобрал пару красоток. Но там было слишком много машин. Нас видело много людей. И они бы запомнили их. И вы их отпустили? Да. Просто отвез, куда ни попросили. Я действовал только, если был абсолютно уверен. Мы общались со многими автостопщиками. Объясняли, чем это чревато, и пытались убедить этого не делать. Конечно, люди были напуганы. Но полиция толком ни о чем нам не рассказывала. Только твердила обычно, не ездите автостопом, не гуляйте в лесу, не ходите в уединенные места. Нам просто выдали список запретов, и мы не стали их слушать. Люди попросту проигнорировали наши советы. Это компания, призванная убить автостоп. Они просто отказывались делать то, что говорила им полиция. Мы не доверяли полиции, но, скорее всего, они не доверяли нам тоже. Потому что тогда мы организовывали демонстрации против войны во Вьетнаме. Так что между нами было обоюдное недоверие. Местные жители считали, что девушек похищал какой-то чужак или неместный культ, который вторгся в округ. что в убийствах виновны члены какого-то культа или религиозной коммуны хиппи. Но с течением времени мы отказались от этой идеи. Мы считали, что убийца должен хорошо знать местность, в том числе и леса. Так что мы подозревали, что это кто-то из местных. Мы пришли к этому. Мы искали зацепку, которая позволит распутать дело. Я верил, что мы ее найдем. Я молил Бога, чтобы нам это удалось до того, как погибнет кто-нибудь еще. Норд-Форк, штат Калифорния. Мне было где-то 14 лет, когда рядом по соседству с нами поселился новый парень. Его звали Эд Кемпер. Я какое-то время жил в этом доме, тогда он выглядел лучше. Но в то время я жил в том доме, что стоит немного подальше. А Эд жил вместе с дедушкой и бабушкой по имени Мод вот в этом доме. Бабушка писала сказки для детей, а дедушка к тому времени вышел на пенсию. Они не разрешали ему приводить друзей и участвовать в каких-либо школьных мероприятиях. Вместо этого ему выдавали ружье и собаку отправляли охотиться на сусликов. Ему не разрешали смотреть мультики, читать комиксы и все такое. Ему приходилось там нелегко. Он рассказывал, что они были очень строгими? Ему там не нравилось, но никому об этом не рассказывал. он многое держал в себе. Я была единственной, с кем он хоть чем-то делился. Мы с Эдом учились в одном классе. Мы оба тогда только перешли в старшие классы. Я был самым низким в классе, а он самым высоким. Я часто говорил, будешь ко мне приставать, натравлю на тебя Эда. Мы постоянно шутили об этом. Он умел находить общий язык с людьми. Он был тихим и не привык к жизни в провинции. Это всегда непривычно для городского жителя. У вас были проблемы в школе? Да, я просто ее ненавидел. Надо мной издевались из-за моего роста. Девочки постоянно смеялись надо мной. Я думал, почему вы говорите гадости, а не что-то толковое. И поэтому я фантазировал о том, как расстреливаю их из ружья. Чтобы ничего не упустить. Вы помните, когда убили бабушку и дедушку? Да, 27 августа 1964-го. дедушка Кемпера уехал в город за продуктами. А Эд сидел на кухне вместе с бабушкой. Она занималась вычиткой чернового варианта книги. Потом он взял ружье, позвал собаку и собрался идти на охоту. И она прокричала ему, не стреляй в птиц. В нашу дверь кто-то постучался. Это был Кип Херринг, заместитель шерифа. И он спросил нас, где проживает семья Кемпер. И меня тогда поразило, насколько нервным он выглядел. Он курил сигарету, и его всего просто трясло. Мы не знали, в чем дело, но явно случилось что-то серьезное. Раз уж вызвали самого заместителя шерифа. Я сделал два выстрела в голову и один в спину. Но она умерла уже после первого. Позже он рассказывал, как потерял контроль над телом, что впал в беспамятство. И потом он услышал, что дедушка вернулся и разгружает продукты из машины. И он решает, не моргнув глазом, убить и дедушку тоже. Вы застрелили обык. Да, из ружья 22-го калибра. Дедушка улыбнулся мне. Я не хотел, чтобы он видел это. Мальчик 15 лет расстреливает родню. дедушка вам это понравилось? Да, мне принесло облегчение убийства людей, которые причинили мне столько зла. Я такой, что? Я ушам своим не верил. Я бы скорее поверил, что кого-то убили некоторые другие дети из школы, но не он. он скорее всего не осознавал всю серьезность того, что натворил. 15-летка совершает двойное убийство, но он точно понимал, что теперь все изменится. Он знал, что это поворотный момент. Санта-Круз, январь 1973 года. Местные жители находятся на взводе. Они спрашивают себя, а что если убийца еще здесь? Всего полгода назад неподалеку отсюда нашли человеческий череп. И кто совершил это убийство все еще остается загадкой. Зачем вы отрезали им головы? Думаю просто как раньше делали рыцари, когда они отрубали головы своих врагов и выставляли на всеобщее обозрение. И также это трофей. Самая красивая часть женского тела это голова. Мой папа общался с Кемпером несколько месяцев. И с каждым разом их отношения становились все более дружескими. в то время не было даже термина, которым можно было охарактеризовать Эда Кемпера. Он хотел погрузиться в сознание убийцы и понять, какие именно причины превратили его из вполне нормального человека в убийцу социопата. Местные не считают, что Санта-Крус это столица убийств. Но есть серьезная вероятность, что в городе все еще может орудовать маньяк. Жуткие подробности. В горах Лома-Приета найден череп. Жертвы пропавшей студентки Калифорнийского университета. Это газеты, которые выходили в то время. Это местная история, Санта-Крус. Убийства изменили Санта-Крус. Они повлияли на жизнь местной общины. И это была главная тема для обсуждений у меня дома. Так что меня в детстве пугали Эдом Кэмпером. Его боялась вся моя семья. Тогда ходило много слухов о Кэмпере, что он сделал или не сделал. столько невероятных историй. И мне было интересно в этом разобраться и понять, что из этого правда. Государственная лечебница от Аскадеро, 1964 год. так, господа, проходим. После того, как Кэмпер убил дедушку и бабушку, его упекли в Аскадеро. По сути, это псих-лечебница для взрослых. Все, можете садиться. 15-летний мальчик. Огромный, но ему всего только 15. Оказывается, в этом заведении с другими взрослыми. Всего 1600 человек, 24 из них убийцы и примерно половина насильники. Это было довольно мрачное место. Скажешь что-то не то и тебя убьют точно так же, как и в тюрьме. Период формирования своей личности он провел вот в такой компании. И, думаю, это другие заключенные научили его, что если кого-то насилуешь, то нельзя оставлять в живых. Нельзя оставлять живых свидетелей. Они подвергли его череде тестов и поставили диагноз социопатическое антисоциальное расстройство личности и пассивно-агрессивное расстройство личности. Внешне Эдмунд Кемпер старался казаться вежливым и сговорчивым. И многие принимали это за чистую монету. Он притворялся, что он нормальный, приятный в общении, воспитанный. Но при этом его преследовали агрессивные, отвратительные фантазии об убийствах. Никто даже не подозревал, что меня преследовали. Невероятно жестокие фантазии. Вот Аскадыра не знали о моих фантазиях. Вы никогда никому не рассказывали об этой лечебнице? Нет, мне не терпелось выбраться, так что нужно было действовать с умом. Малейшая ошибка, я никогда оттуда не выйду. так как проведенные тесты показали IQ выше среднего, психиатр решил, что будет не лишним поручить ему ответственную задачу. И он попросил, чтобы Кемпер помогал проводить психологические тесты. Они решили, что это удачная мысль. «Кому вы помогали? Всем психиатрам в больнице. И что вы делали?» «Начал с того, что в 17 точил карандаши. В 19 я уже сам проводил тесты, оценивал результаты, заносил журнал». Кемпер был просто гениальным манипулятором. Он убедил психиатров и психологов разрешить ему посмотреть содержимое тестов. Он запоминал ответы, чтобы затем сдать свой тест на приемлемый балл и выбраться из лечебницы. И вы ознакомились с различными тестами, которые проводились в Атэскадерре? Со всеми. И сдавал их идеально. Меня выпустили с отличием, и мое личное досье было закрыто. Если досье закрытое, это значит, что оно все еще есть, но ни у кого нет к нему доступа. И таким образом, будущие работодатели не смогут узнать, были ли у него проблемы с законом в прошлом. Эдмонда Кемпера выпустили из Атэскадера в 1969-м. Думали, что он вылечился и до конца жизни будет законопослушным гражданином. Когда Кемпер вышел из Атэскадера, то понял, что мир вокруг изменился до неузнаваемости. За те пять лет, что он провел в лечебнице, многое поменялось. была революция хиппи, лето любви 1967-го года. Женщины теперь учились в университетах и были независимыми. Но Кемпер был старомодным человеком, консервативного склада ума. Он старомодно одевался и был совсем не похож на всех этих хиппи. И поэтому он считал, что они никчемные люди. Но больше всего его поразили женщины, которые ездили автостопом одни. Они выставляли свою свободу на показ. Это было неправильно, и поэтому они должны быть наказаны. сегодня в заливе случилось ужасное. На берег выбросило верхнюю часть тела девушки в трех километрах от пляжа Санта-Крус. А через два дня серфер нашел человеческую руку в 11 километрах к югу отсюда. Дорожно полицейский нашел части тела у скалы возле Кармеля. Это где-то в 40 километрах от залива. И примерно через неделю на пляж Санта-Крус выбросило человеческий торс. Рентген показал, что торс и другие части тела принадлежали одному человеку. Они взяли отпечатки пальцев и подтвердили, что это Синтия Шал, которая пропала без вести в Санта-Крус. Где вы ее подобрали? Мишен Стрит. Хуже всего то, что было перед этим. Когда они были напуганы, я их связал. Я купил себе новый автоматический пистолет 22-го калибра. Просто купил в магазине. Я навел на нее пистолет и поехал дальше по шоссе, вместо того, чтобы высадить у колледжа. Синди. В память о Синтии Эншелл. Это одна из любимых моих фотографий Фореста и Синтии. У нее тут такое милое личико и выражение, и она просто прелесть. Синтии было 18, она ходила в колледж Кабрилла в Санта-Крус. Она жила в доме одной семьи и приглядывала за детьми, когда не была занята учебой. Ей очень хотелось иметь собственную машину. И они часто об этом спорили с нашей мамой. Но пока машины у нее не было, ей приходилось ловить попутки. И как-то раз мне позвонила мама и сказала, что Синтия пропала. Пара за детьми, которые приглядывала Синтия, передали моей маме, что она не появлялась уже три дня. Когда Синтия пропала и не выходила на связь, я не хотела делать поспешных выводов, но я чувствовала, что произошло нечто ужасное. Затем мы наконец-то подъехали к горам Санта-Кросс. Я заставил ее лечь в багажник и прострелил ей голову. Я впервые стрелял из пистолета, ее глаза остались открыты. Они были широко открыты. Я услышал по новостям, что она была убита. Вся семья была разбита горем. Вся семья собралась, чтобы поддержать маму. И мы провели поминки Синтии. Вот хороший снимок Кэнди и Синтии. Кэндис моя вторая сестра. Для нее это стало ударом. Она пристрастилась к наркотикам и умерла в 33 года. Так что это по сути разрушило нашу семью. Я потеряла лучшую подругу. И скучаю по ней до сих пор. Когда пропала Синтия Шелл, и об этом написали в газетах, сестра Кэмпера спросила его, ты ведь не связан с этим исчезновением, она что-то подозревала. Я прочитала об этом в газетах. И почему-то это никак не давало мне покоя. И внезапно я вспомнила нашего кота, как он отрезал ему голову и подумал, господи. И однажды, чтобы успокоить себя, я пошла к нему, чтобы спросить об этом. Зашла в его спальню, он сидел перед телевизором и сказала, если только между нами, ты же не имеешь отношения к тем убийствам, да? Он приподнялся и сказал, я так и знал, что ты спросишь. Я думал, что ты что-то заподозришь. Мама подозревает тоже. Она упоминала об этом, так что не поднимай эту тему, иначе будет большой скандал. Это ты с ней, не зная, что у нее во рту. Мой дядя позаботился о теле Синти. У него было свое похоронное бюро, и он ничего нам не рассказывал. Настолько это была ужасная смерть. Я даже забыла про этот стиль. И я. Простые песни прошлых лет вернулись вновь ко мне. О счастье мне напомнили, весели давних дней, те песни, что я пела, когда жизнь была совсем нова, и под которые грустила, и слезы я лила. Синди Шелл, 72-й год. Люди живут в страхе, они точно не знают, кто за этим стоит и очень этим обеспокоены. Почему в городе столько убийств? Ну, например, хотя бы потому, что в районе сейчас орудует маньяк-убийца. Я каждый день ездил в полицейский участок в управление шерифа Санта-Круз. И спрашивал, какого черта тут творится? И полиция отвечала, не знаем, у нас нет никаких зацепок. Тогда Санта-Круз был маленьким городком, там было мало полицейских. Большинство из них были местными, которые выросли здесь. У них не было опыта в таких крупных расследованиях. Мы много спросили о том, почему тела были расшленены. это был кто-то, кто умеет это делать? Возможно, этот человек раньше работал мясником, врачом или что-нибудь в таком духе. И обсуждая общие черты, объединяющие все эти убийства, мы пришли к выводу, что их совершил очень умный человек. И с этого момента мы больше не считали, что имеем дело с каким-то неуравновешенным монстром, который спонтанно убивает девушек в мимолетном порыве гнева. Это человек, который самым тщательным образом продумывает все свои действия. Он оттачивал мастерство убивать. У него была своя машина для убийств, была своя темная одежда для убийств, на которой не будет видны пятна крови. Машина открывалась с помощью рукоятки, которую он мог легко заблокировать какой-нибудь палкой, чтобы ее было не открыть изнутри. Он знал, как совершать преступления и оставаться незамеченным. Он совершал их в разных районах, в разных округах, которые находились под ведомством разных полицейских участков. И Кемпер использовал это. Подбирал жертв в одном месте, убивал в другом и выбрасывал тело в третьем. Он уродовал тела до полной неузнаваемости, тем самым значительно затрудняя опознание жертвы. И поэтому многие полицейские считали его каким-то гением. Аптос, штат Калифорния. Моя мать жила в Аптосе, в жилом районе далеко от Санта-Крус, с плотной застройкой. Атаскадара ему сказали, что когда его выпустят, он не должен проживать под опекой его матери, потому что она была основным катализатором его злобы. Но управление по делам молодежи опрометчиво решило выпустить Кемпера под опеку матери. Я жил с матерью и не помогал ей деньгами и хотел это исправить. так что я устроился работать на автозаправку. Меня зовут Джим Куннер. На фотографии я в 70-х и вы видите, какой я был красавец. до того, как поступить на службу в полиции, я работал в местном шиномонтаже. Помимо прочего, я развозил шины по малым предприятиям в Санта-Круз. И одним из таких предприятий была автозаправка, где работал Эд Кемпер. Когда я впервые его увидел, то подумал, боже, да этот парень настоящий гигант. Он оказался приятным человеком, легким в общении. Он был своим в доску парнем. Сколько о себя помню, мне почему-то всегда хотелось быть полицейским. И я стал самым настоящим офицером полиции в 70-м году. И первое, что я тогда сделал, сел за руль моей машины и поехал, чтобы похвастаться ей перед Эдом. Он вышел ко мне, и я помню, как он гордился мной. Я часто ему рассказывал о том, каково это, быть полицейским, и говорил, что из него вышел бы хороший коп. Но он отвечал, нет, меня туда не примут. И на то была веская причина. Но тогда я еще не понимал, о чем он. Просто думал, что ему не по вкусу такая работа. Мне было 21, но в сексуальном плане я ощущал себя на 15. Отставал в этом плане. То есть у вас ни с кем не было секса. Я даже на свидание не был, пока не вышел. Мне было просто страшно. Из-за моей неопытности я не знал, как вести себя с девушками. И мне казалось, что я бесплоден, или как это называется. Импотент? Это когда у тебя не встает, да? У меня вставал, но ничего не выходило. Я не мог кончить. Мне было слишком боязно. от этого места рукой подачи достут городка Калифорнийского университета. Неподалеку отсюда всего неделю назад были найдены еще четыре тела, которые связывают в единую серию нераскрытых убийств. В январе 1973 года мы расследовали 13 отдельных случаев убийств, что очень много для Санта-Крус. Большинство жертв убили из огнестрельного оружия. Это были люди, ведущие, скажем так, контркультурный образ жизни. Автостопщики. полное безумие. Мы едва выдерживали такую ранее невиданную лавину насильственных преступлений. Женщину и двух ее маленьких сыновей нашли убитыми в их крохотном домике. И дальше все становилось еще более странно. Убили католического священника. Его нашли в исповедании церкви, зарезанном насмерть. Мы никак не могли справиться с таким количеством убийств. Мы пытались понять, что объединяет все эти дела. Связаны ли они между собой? И что нам делать дальше? А потом бум, еще убийство. Так что дел становилось все больше и больше. и я думал, это все один человек? Или их двое? Или их больше? Что происходит? Мы тогда были на пределе. Февраль 1973-го. Эти холмы прекрасное место для прогулок, походов, рыбалки. Просто приди и насладись этой красотой. Это никуда не делось, но теперь идиллическая картина омрачилась, потому что в этой местности всего за последние полтора месяца убили 13 человек. Санта-Круз идеальное место для подобного рода преступлений. Редко встретишь город, где ты можешь быть в центре, а уже через пять минут оказаться посреди глуши, где рядом нет ни души. Это удаленное и очень изолированное место. Так что если кому-то нужно спрятать или избавиться от тела, то это просто идеальное место для этого. И тогда студентки из Калифорнийского университета и колледжа Кабрилла начали всерьез воспринимать нашу просьбу не ездить на попутках. мы начали замечать перемены. Вы ездите автостопом? Только если иначе никак. И сажусь только к женщинам. Почему? Потому что мне страшно. Почему перестали? Ну, из-за всех этих ужасов в последнее время с... изнасилованиями, убийствами девушек и так далее. Мы работали по 12-14 часов практически без выходных. Пытались разобраться в происходящем. У нас не было никаких зацепок. И мы долгое время вели дело не имея ни одного подозреваемого. Этот парень очень хорошо заметал следы. Давайте вернемся к вашей матери. Как ее звали? Корнелла Стренберг. И она работала в универе? Да, она была помощницей ректора по административным вопросам. Калифорнийский университет Санта-Круз. Я Изабель Грун. Я получила должность в университете в 60-м. Я работала с Кларнелл Стренберг в колледже Стивенсон. Я была преподавателем. Она помощница ректора по административным вопросам. И поначалу мне показалось, что Кларнелл была очень скромным человеком. Когда я проходила мимо ее кабинета и она была не занята, то я заходил спросить, как дела. Но она была неразговорчивой. И отвечала, дела могли быть и лучше. однажды. я увидела, как очень высокий молодой человек заехал за ней на машине. Вроде это был седан. В то время многие ездили на фольксвагенах или машинах поменьше. А у него было вместительное авто. Ну и я невзначай спросила ее, это какой-то твой родственник? И она сказала, да, это мой сын. Это был высокий молодой человек, который одевался и выглядел примерно так же, как большинство моих студентов. Он совсем не выглядел подозрительно или жутко. Но я сразу заметила, что между ними нет какой-то теплоты, никаких объятий или прикосновений, они будто бы избегали этого, никаких проявлений чувств. Носила ли она какой-то груст на душе? Думаю, да. Он проявлял к ней сыновь и чувства или она к нему материнский? Он целовал ее? Ну, он целовал ее на ночь, и на этом думаю, все. В стремлении узнать Эдмунда Кемпера немного ближе, Дональд Лэнди также взял интервью у его младшей сестры. Он пообщался с Эллен, и это позволило понять, какие отношения были между Эдом и его матерью. Она постоянно внушала нам чувство вины. Часто говорила, вы меня не любите, и все в таком роде. Она бывала очень суровой, и когда ей что-то не нравилось, она пыталась нас задеть, что часто делала с братом. Говорила ему, ты такой же, как твой отец. Продолжала говорить, когда ей стоило бы заткнуться. Есть грань, которую нельзя переступать, но она всегда ее переступала. Можно сказать, что Эдмунд повторял отношения его отца к матери. Своим примером отец показал ему, как нужно вести себя с Кларнелл. На нее нужно кричать. Вы не знали мою мать. Она любила задевать людей и выматывать им нервы. Ты впустую тратишь жизнь, весь день сидя перед телевизором. И она любила повторять. А вот посмотрю на тебя, когда тебе будет 52. Мама хотела нормальную семью, но мой отец все испортил. постоянно страдал фигней. Но мне всегда нравился его перфекционизм. Наверное, я это унаследовал. Перфекционизм. Я пытаюсь сделать все идеально. Всегда стараюсь быть лучшим. Кемпер по сути стал своим отцом, и у него были те же язвительные отношения с матерью, что были у нее с отцом. Она пила? Она начала пить водку и риски, была в глубокой депрессии. Ей с трудом удавалось продолжать работать в университете. И они с братом постоянно ругались. Тогда мама с братом и начинали ссориться, когда они оба напивались. Кемпер и Кларнел оба были конченными алкоголиками, постоянно напивались. И в таком состоянии не скупились на слова. Как-то раз они сильно поссорились из-за того, что он хотел чистить зубы. Такие безобидные вещи постоянно приводили к скандалам. Я начал копить обиду, и чем сильнее была обида, тем больше во мне было ненависти. ко мне начали возвращаться былые фантазии. Меня бесили красивые и заносчивые мажорки. Очень напрягали, потому что я не мог с ними общаться, не мог конкурировать с городскими мажорами. Я страдал от комплекса неполноценности, до сих пор страдаю. но я чувствовал себя выше их, когда они были в моих руках. В то время жители города были на нервах. У нас не было подозреваемых. они требовали от полиции больших усилий, потому что тогда каждый чувствовал, что может стать следующим. У каждого полицейского участка был свой любимый бар, и наш назывался комната присяжных. Там мы обсуждали дела, которые вели в тот день. Туда полицейские ходили, чтобы расслабиться после работы. Я тоже часто пропускал там бары бокальчиков. Там часто сидели копы из участка в Санта-Круз, дорожные полицейские, прокуроры, округа, следователи и так далее. периодически туда захаживал Эд, чтобы выпить с нами пиво. Вы часто сидели с копами в баре комнат присяжных? Да, они часто ходили туда выпить после работы. Мне не хотелось быть одному, потому что когда я оставался один, то во мне нарастало напряжение, особенно после убийств. Вам нравилось общество копов? Я хотел быть одним из них. Он был очень тихий. Он просто сидел и редко участвовал в разговоре. Он лишь молча слушал и пил свое пиво. Я мог выпить 5-6 бокалов пива, а потом 7 шотов текилы. Строил из себя дурочка. Кочил из себя глупого ребенка, пока был там. Чтобы никто не подумал, что это способен на такое. Я шагу не мог ступить, что меня не спросили о подвижках в деле. Есть ли какие-нибудь новости по убийствам и насколько мы близки к аресту подозреваемого. Тогда мы понятия не имели, кем может быть этот человек ни одной даже примерной догадки. Копы искали кого-то хитрого и незаметного, и я не был таким. Это просто безобидный уволень, он и мухи не обидит. Иногда я гордился тем, что, ну, знаете, я так мастерски обвел всех вокруг пальца. Но иногда они говорили всякие гадости о девушках, которые ездят автостопом и уроди, что их убивают. Но я знал, кто это, знал, кто убийца. Главной техникой выживания для Эдмунда Кемпера было притворяться тем, кем ему было нужно в данный момент. Как нам известно, мозг психопата устроен таким образом, что у них нет глубокой привязанности к какой-либо конкретной личности. И поэтому они становятся тем, кем им выгодно, так как им нет дела до правды. И если для этого им нужно рассказать человеку новую историю о себе, чтобы втереться в доверие, то они переключатся на нее. Им без разницы. вы когда-нибудь боялись, что он может убить вас? Однажды в детстве он чистил винтовку нашего папы. Хотя она скорее была брата, ведь папа с нами не жил. Мы сидели в гостиной вдвоем, и она выстрелила. И была нацелена на меня. Но в последний момент я шевельнулась и пуля попала в полку. я так никогда его не спросила, было ли это нарочно. Он лишь сказал, ничего себе. Упс. я познакомилась с Розалинт, когда мы вместе ходили на курсы по женским исследованиям. И она тоже была лесбиянкой, так что, по сути, у нас был общий круг общения. И еще она опекла просто потрясающие пироги. Все были в восторге, когда она приходила на посиделки со своим пирогом. Если представить себе на сто процентов американскую лесбиянку-феминистку, то это будет Роз. Поверьте, никто не будет просто стоять и душить вас. Они попытаются повалить вас на землю, как-то вот так. Это Элис. Мы с ней вместе ходили на занятия по каратэ. Мы обе совершенно не умели драться. Были новичками. Но она старалась. У нее был поставлен удар, она была очень гибкой. И это было не для самозащиты. Мы не думали, что в этом есть необходимость. Считали себя бессмертными. И в феврале обе девушки бесследно пропали. Кто был после Синтии Шелл? Розалинда Торп и Элис Лью. Вы подобрали их вместе? Одну за другой. Иначе Лью не села бы в мою машину. Она была очень осторожным автостопщиком. Она села в машину только когда увидела, что в ней еще кто-то есть. Розалинда уже была в ней? Да, сидел и спереди. Мы были похожи на пару. И помимо этого у меня был стикер, позволяющий парковаться где угодно. Где вы его взяли? У мамы. Он убедил ее достать для него пропуск, позволяющий парковаться на территорию кампуса. Сказал, что хотел ездить в библиотеку. И когда автостопщик видел пропуск на лобовом стекле, то думал, что за рулем машины студент. Или, например, учитель. И думал, что опасаться нечего. Кроме того, к тому времени въезд на территорию Калифорнийского университета уже охранялся. Но если у тебя был пропуск, ты мог проехать. Полиция не предпринимала активных действий. Каждый раз, когда пропадала девушка, они говорили, «Ну, вы же знаете, девочек в таком возрасте, они часто сбегают, а не вернутся». Но им незачем было сбегать из дома. Зачем Рос было сбегать от своего соседа по общежитию? Эти люди уже жили самостоятельной жизнью. Им было не от чего сбегать. Их родители настаивали, что они не ловили попутки. Не садились в машины к незнакомцам, что в последний раз их видели и в кампусе. А никак они уезжали с кем-то на машине. И поэтому наше внимание было сосредоточено на студентах и преподавателях. Мы пытались выяснить возможный мотив. И потому у полиции возникла новая теория. Если девушки не садились в машину к мужчине, то, может, они садились к женщине? И это как-то связано с лесбиянками. В какой-то момент они, что было довольно любопытно, допросили меня. Задавали всякие вопросы, касавшиеся лесбийского сообщества. И я была, если честно, то просто в шоке. Тони, вы с ребятами рассредоточьтесь, чтобы прочесать всю долину. Когда пропали девушки, были организованы крупномасштабные поиски на территории кампуса, там, где их видели в последний раз. Если что-нибудь найдете, сообщите в штаб. Я тоже участвовала в организованных поисках. Нас разделили на группы. В зависимости от труднопроходимости местности. Все-таки это были горы Санта-Круз. И я тогда была в форме. Так что записалась в группу, которая прочесывала холмистую местность. Мы шли шеренгой на расстоянии двух метров друг от друга. И мне хорошо запомнилось, что когда я шла и внимательно осматривала землю по обе стороны, то я слышала голос Рос внутри меня. Я слышала ее тонкий голос. И таким образом она продолжала жить для меня. Но вскоре я все больше начинала осознавать, что ищу не кого-то со сломанной ногой или вроде того. Мы искали тело. Элис, Лью и Розалин Торп в последний раз видели 5 февраля. Тела нашли к востоку долины Кастро. Обеим девушкам отрубили головы. Одну из них отрезали руки. Мы смогли опознать Розалин Торп и Элис благодаря одежде. Их обеих застрелили. Когда стала известна эта информация, об этом практически сразу же узнали все. И каждый из нас по-своему переживал это внутри. Ведь мы еще не сталкивались с чем-то настолько ужасным. Чем-то настолько кошмарным. Мы представить себе такого не могли. И одновременно с обнаружением последних жертв у нас случился крупнейший прорыв за все время ведения этих дел. В Санта-Круз произошла перестрелка. Было разослано описание машины возможного подозреваемого. Эту машину остановили в нескольких километрах от города. Ее владельца арестовали. 25-летнего жителя Фелтона обвинили в нескольких убийствах. Власти разрабатывают теорию, что убийства связаны с наркотиками. Герберта Маллен, 25 лет, ранее уже был судим за убийство членов семьи Гонера, семьи Фрэнсис и Фреда Переза. И тогда мы начали собирать его жизни по кусочкам. Все знали его как Ферби. Он принимал галлюциногенные наркотики, ЛСД, курил много травы. Герберта Маллен убивал по безумным причинам. У него была странная теория, что убивая кого-то, он предотвращал вероятность крупного землетрясения. Он совпадал с описанием человека, которого видели на местах предыдущих убийств. Каких именно или всех сразу, мы понятия не имели. Мы надеялись, что на нем лежит ответственность за все убийства. И поэтому тогда мы немножко расслабились. Когда полиция поймала Маллена, весь город вздохнул с облегчением. Они думали, что этот кошмар кончился, что серийного убийцу поймали. Мы знаем, что на его счету 10 жертв. Но Бог знает, сколько человек он убил еще. Герберта Маллена обвинили в 10 из 15 убийств, произошедших в этом прибрежном городе. Однако достоверно известно, что Маллен не расчленял своих жертв. Когда мы взяли Маллена, то знали, что он ответственен за большинство убийств в городе. Но только за те, в которых жертва была застрелена. Нам еще предстояло выяснить, кто расчленял остальных жертв. Для нас стало очевидно, что в регионе орудует другой маньяк, который убивал людей другим способом и по другим причинам. И что наша работа не окончена. Вы знали, что в распоряжении вашего брата были ножи и оружие? У него был пистолет. И вам не казалось, что это, скорее всего, незаконно? Это казалось мне странным. Он предложил посмотреть, я сказала нет. И он сообщил, что у него новый пистолет. И спросил, хочу ли я посмотреть. Я согласилась. Еще у него были наручники. Он надел их на меня. Я сказала, здорово, но сними их с меня. Он ответил, я еще не все показал. Я сказала, сними их. Я очень напряглась и начала топать ногами. Сними сейчас же. И он их снял. Сказал, я просто хотел показать. Потом я купил у Магнум мощный пистолет с 15-сантиметровым стволом. Вы купили его закона? Да. Я постоянно паранойил по этому поводу. Если бы об этом кто-то узнал, то меня бы начала искать полиция. В апреле 1973 года мы все еще расследовали убийство, пытались отсложить общую картину. И мне пришло уведомление от нашего отдела архивов и документации. Они сообщили о пистолете, приобретенном на имя Эдмунд Эмиль Кэмпер III. Магнум 44-го калибра. Как у грязного Гарри во всех этих фильмах. Очень мощное оружие. И когда мы решили разузнать побольше о покупателе, то узнали, что несколькими годами ранее он был осужден за двойное убийство. И что его личное досье было закрыто. И возник вопрос, означает ли это, что предыдущие обвинения не могут быть использованы против него. Мы были в этом не уверены. И потому решили конфисковать пистолет, пока не получим решение суда. Срева от меня находится дом на четыре семьи по адресу 609АБ. И сразу за ним дом 609А, где проживала семья Кэмпер. Когда мы с напарником подошли к дому, подъехала машина. Я сказал напарнику, давай сначала поговорим с ним. Я подхожу и говорю, можно задать вам пару вопросов? Я представился. Он сказал, конечно, и вышел из машины. И он все выходил, и выходил. Он был просто огромным. Мы объяснили ему ситуацию, он был очень сговорчивым, очень адекватным. И сказал, он в багажнике. И когда он достал ключи, чтобы вставить замок, мы с напарником инстинктивно разошлись по разные стороны машины. Он отошел. Я открыл багажник. И пистолет лежал там. Я его конфисковал, дал ему расписку. И уже потом он сказал мне, что если бы мы не разошлись, когда он открывал багажник, то он, возможно, убил бы нас обоих. Может, это просто моя паранойя. Но когда у меня конфисковали пистолет, то я решил, что мне надо бежать. И вдруг ужух, мне приходит в голову. Убейте мою мать. Меня зовут Дон Смарта. Я священник из Далласа. Я проповедую в тюрьмах уже 40 лет. Я глубоко уверен в том, что люди меняются. Я посещаю тюрьмы, читаю проповеди, общаюсь с заключенными. И также снимаю их рассказы о том, как они обрели веру и приняли христианство. 10 февраля 93-го года это дата, которую я никогда не забуду. Мы снимали в тюрьмах Калифорнии и последней тюрьмой был Вакавиль. К тому моменту я отснял двух заключенных и в комнату вошел третий. Больше двух метров ростом. 160 кило веса. Так что я даже немного испугался. И я пока еще даже понятия не знал, кто это и что он натворил. Спасибо, что уделили нам время сегодня. Как давно вы в тюрьме? 17 лет. И вы обрели веру в довольно неожиданном месте. Где же? В карцере. И пока я там находился, я мог просто тратить жизнь в пустую, гнить там, пока тихонько не сдохну в углу. Или же начать жить. Я просидел там несколько месяцев. Это было ужасно. Это одновременно и худшее, и лучшее место, где я жил. Потому что за три месяца там я разобрался в себе, в своих чувствах и тем, кто я такой. Впервые в жизни я почувствовал себя человеком, а не пародии на него. Во время перерыва подошел охранник и прошептал, «Вы же знаете, с кем говорите, да?» Я сказал, «Нет, понятия не имею». И он ответил, «Это Эд Кэмпер, убийца студенток». Я снискал его уважение, и в итоге мы с ним переписывались больше четырех лет. Я хранил эти письма 27 лет и никому не показывал. В первом письме он называл меня «Мистер Смарта», но потом быстро перешел на дом. Так что можно сказать, что с каждым письмом между нами налаживалась какая-то связь. В моих письмах Эду я не стеснялся задавать любые вопросы. Я хотел знать, правда ли он духовно переродился, и был ли человек внутри этого так называемого монстра. И первым делом мне хотелось расспросить его о матери. И в этом письме он пишет, «Дорогой Дон, ты спросил, любил ли я свою мать?» Это сложный вопрос. Моим первым порывом было ответить «Да». Но я никогда не ощущал любви к ней. Помню ли я ту роковую ночь 20 лет тому назад? Конечно. Такое не забывается. Воспоминания об этом отпечатывались в моей памяти. Санта-Крус. В самом начале вы сказали, что плохо спите, потому много размышляете о Содеянном. Мне нелегко об этом вспоминать. У меня и сейчас потные ладони. Можно еще сигарету? Нам, скорее всего, не хватит. Это долгий разговор. Мой отец провел шесть интервью с Эдмундом Кэмпером. И в какой-то момент Кэмпер согласился детально описать убийство своей матери. Это было немыслимое преступление. И то, что он сделал со своей матерью, как ее убил, просто в голове не укладывается. Итак, возвращаясь к теме убийства вашей матери. Что случилось вечером в Страстной Пятнице? Пошел в ее спальню, заглянул туда. Она как раз закончила читать. Уже собиралась ложиться и тут увидела меня. Я вошел, и она сказала, опять всю ночь будешь болтать? Я сказал, нет, можем поговорить и завтра. Я вернулся к себе и начал ждать. Сидел, курил около часа. Эд сказал, что вернулся к себе. И одна его сторона оборолась с другой. То добро, что еще в нем осталось, и то зло, что в нем жило. Они спорили. Часами. Мне пойти и убить ее? Или нет? Убить или не убить? И в итоге тьма победила. Я вернулся в ее комнату, она крепко спала. Я подошел и долго на нее смотрел. Наверное, минуты две-три. Я начинал сильно нервничать. Заводиться. Ведь я собирался воплотить в жизнь свою давнюю детскую фантазию. В одной руке у меня был молоток, а в другой нож. Острый, как бритва. Он взял с собой молоток-гвоздодер и забил ее насмерть, пока та спала. И потом, будто этого мало, он отрезал ей голову. Я отложил молоток, взял нож и перерезал ей горло. А потом отрезал голову. И потом он вырезал ей язык, ведь это орган, с помощью которого мы разговариваем. Затем он вырезал голосовые связки и попытался протолкнуть их в измельчитель для мусора. Из горла свисала трахея. Я отрезал ее, засунул в измельчитель мусора и включил его. Это было такое символическое воздаяние. И дальше он написал, что вставил свой член ей в рот и буквально занимался сексом с головой своей матери. У вас был оральный секс с головой? Да, это была одна из моих подростковых больных фантазий. Убийство Кэмпером своей матери это одна из самых жутких вещей, на которые способен человек. Убийство собственной матери, это определенно многое говорит об их отношениях. И думаю, папа сделал вывод, что источником всех проблем Эда Кэмпера с психикой были отношения с матерью. В одном из писем он написал «Я кричал на ее безжизненную голову, пока у меня заболело горло и не охрип голос. Я выдохся до полного изнурения, но был доволен». «Да, доволен». Он писал, что был изнурен. Все было кончено. Его главной целью было избавиться от человека, который довел его до ручки. Что было потом? Я уехал из дома. Оставил машину с оружием в ней. Пошел в бар и напился. Я уехал из города где-то в 10 утра. Сбежал. Вы знали, куда направляетесь? На восток. Я ехал 28 часов подряд без остановок. жевал таблетки с кофеином по 4-5 раз, чтобы не вырваться. И когда чувствовал, что эффект слабеет, то глотал еще. что бы произошло, если бы вас остановила полиция? У меня с собой был дробовик, винтовка 30-го калибра. Я был хорошо вооружен. В общей сумме около 200 патронов. Завязалась бы перестрелка. Это была Пасха 73-го года. Хорошее время, чтобы поразмышлять о жизни и побыть семьей. Время, чтобы успокоиться и расслабиться. Но потом происходит взрыв. Я ехал до тех пор, пока совсем не выбился и сил. Я и не знал, что западная часть Калорадо была настолько заброшенной и пустынной. Возможно, это повлияло на мое решение сдаться. Я решил просто позвонить копам и сказать, где я. Когда я заехал довольно высоко в горы, я начал подумывать о том, чтобы сдаться. Калорадо Я тогда был на дежурстве в полицейском участке с полуночи до восьми утра. кладбищенская смена. Сидишь, пьешь кофе, тишина, ничего не происходит. Но тут зазвонил телефон. И Энди, наш участковый диспетчер, берет трубку и говорит со звонящим. И говорит, что-то вроде «Я не стану его будить. Перезвоните завтра» и кладет трубку. Я поверить не мог, что они ничего не знали. И оказалось, что это было уже утро вторника, но они все еще были не в курсе. Телефон зазвонил снова. И Энди говорит что-то вроде «Эд, я же тебе сказал, что не собираюсь будить лейтенанта». Я спросил «С кем ты там говоришь?» И он «С Эдом Кэмпером». Я выхватил у него трубку и сказал «Привет, Эд, это Конор. Как дела?» Он сказал «Я вас знаю. Вы в курсе, что это был я? Я знаю, что вы убьете меня». Я ответил «Эд, я понятия не имею, о чем ты». И он сказал «Я убил свою мать и просто хочу сдаться полиции». Я спросил «Где ты?» И он «Я в Пуэбло, Каларадо». И в этот момент я прикрыл трубку рукой и сказал другому полицейскому позвонить в полицию Пуэбло, чтобы они арестовали этого парня. А сам я звоню Микки Алуфи и вытаскиваю его из постели. Я беру трубку и на том конце провода Джима Конна. Он спросил «Ты знаешь парня по имени Эд Кэмпер?» И я сказал «Да, я только на прошлой неделе конфисковал у него пистолет». И он у меня сейчас находится в Пуэбло, Каларадо. Хочет признаться в нескольких убийствах. И он сказал «Позвонить тебе, потому что ты знаешь адрес дома, где он живет». Было 5 часов утра и я стоял в одних трусах и говорил по телефону. Я почувствовал, как кровь разом отлила от моего лица. Меня всего просто бросило в холод. И я еду к нему домой. Что злополучное утро? Я припарковался на этом же месте. Я сидел здесь и смотрел на тот дом. Такое чувство, будто это случилось на прошлой неделе. а не почти 50 лет назад. Мы с патрульным сержантом обошли соседей, спрашивали, может, кто-нибудь видел что-то подозрительное? Люди, жившие на втором этаже, сказали, что в последнее время чувствуют странный запах последние пару дней. мы шли вот здесь. Мы обошли жилой комплекс сзади и разбили окно, чтобы попасть внутрь. Тут все тот же заборчик, который мы перелезли, чтобы подобраться к окну. когда я вошел, запах чуть не сбил меня с ног. Если хоть раз учуешь запах трупа, то уже и не забудешь его. Это был такой запах. Так что мы решили по-быстрому осмотреть квартиру. Войдя в спальню матери, мы подошли к шкафу, открыли дверцу и нашли простыню. Никогда этого не забуду. Там была простыня, и когда мы ее развернули, то увидели мясо, волосы и кровь. Так мы и убедились, что произошло самое худшее. Мы вызвали криминалистов, других заместителей шерифа и сержантов. Когда мы вошли в спальню и отодвинули кровать от стены, и от уровня подушек до самого пола все было в крови. Еще там был посреди лужи крови на полу листок бумаги размером примерно с половину от этого листа. Я помню это. Мы нашли это признание. Это не неряшливость или некомпетентность. Просто я спешил. У меня много дел. Примерно 5.15 утра. Суббота. Я положил конец ее страданиям. Да, вот такую он оставил нам записку. Мы продолжили обыск дома и начали вытаскивать обувные коробки из задней части шкафа. и там мы нашли части тела. Ладони, руки, стопы, ноги. Я залез в шкаф, поднял полотенце. Из-под него выглянуло чье-то лицо. Это была отрезанная голова его матери. И это было, мягко говоря, пугающе. Там было много вещей, которые я хотел бы не видеть и надеясь, что больше не увижу. Лишь найдя голову, мы вышли наружу. Но тогда мы еще не знали, что в доме есть еще одно тело. Мы нашли его. Чуть погодя. Это была ее лучшая подруга, которую нашли мертвой в шкафу прямо перед входной дверью. Ее забили до смерти. Что насчет Сиднии Халет? Она была алиби для моей матери. Я мог просто уехать и надеяться, что никто ничего не заметит. Или я мог пригласить ее подругу. Дело в том, что мама часто уезжала на выходные. Вместе с подругой ездила в город на шопинг. Если бы они с Салли пропали вместе, то никто бы не забил тревогу хотя бы до конца выходных. Я душил ее, поднял за горло в воздух, и она была мертва уже через пять минут после прихода. На этой фотографии окровавленный бюстгальтер, который мы нашли. И также мы нашли в доме документы и прочие личные вещи других жертв. И когда мы нашли все эти вещи, то у нас не осталось сомнений, что он убийца студенток. Да. Микки Ауфи и один из его коллег поехали в дом Кэмпера. И наконец-то у нас появилась возможность пролить свет на все эти дела об убийствах. Я ждал прибытия полиции Пуэппла. Я сказал, дай мне пару минут, не уходи. Мы говорили, он начал рассказывать мне о том, как убил свою маму. И через какое-то время он сказал, вот, блин, полиция приехала. Он бросил трубку, я услышал крики на фоне. Ну, типа, лечь на землю, и все в таком духе. Я был в управлении шерифа и говорил по телефону с представителями полиции Пуэппла, когда вошел Питер Чанг. Он спросил меня, ты его знаешь, у вас хорошие отношения? Наверное. Тогда собирай вещи и поехали в Колорадо. Пуэппла, штат Колорадо. По прибытии в Пуэппло, Колорадо, мы пошли в полицейский участок. И тут они вели кемпера. Он смотрит на меня и говорит, привет, Микки, как дела? И это сразу дало мне понять, что мы на короткой ноге. Как минимум, он меня узнал и не против поговорить. И тут все начало становиться на свои места. Мы поговорили с ним 4, 5 или 6 часов. Он рассказал нам о своих жертвах все. о местах, где избавился от их тел. И о таком, что мы даже представить не могли. В Аптосе, пара километрах к югу от Санта-Круз, полицейские тем утром обнаружили тела двух женщин. Одну из них обезглавили и отрубили правую руку. Прокурор округа Питер Ченг вернулся в Санта-Круз после разговора с гигантом Эдом Кемпером в колорадской тюрьме. Но Ченг был немногословен по поводу Кемпера. В зависимости ата, того, какой маршрут они выберут, его вернут в город между понедельником и пятницей. И в понедельник мы намереваемся доставить его в суд и предъявить обвинение в убийстве матери и также в убийстве ее подруги. После допроса тем вечером мы решили, что нужно как можно быстрее вернуть его в Калифорнию. Помню, как мы остановились на автозаправке, чтобы он сходил в туалет, и потому что дело было настолько громким к нашему выходу из уборной, собралась целая толпа, и он прохаживался туда и обратно, чтобы все его рассмотрели. Ему нравилось внимание. Я сидел с ним на заднем сидении. Я справа, а он слева. Ехали три дня. И он оказался очень приятным в общении с человеком. Самое важное, что я понял за время наших допросов и совместной поездки, это то, что он очень прямолинейен, что у него была фотографическая память и что он совершенно не раскаивался. Думаю, эти три основных момента, которые я вынес для себя из этой поездки. С большой вероятностью Эдмунда Кэмпера приведут в эту местность, в горы Санта-Круз, уже на этих выходных. По возвращении в Санта-Круз мы попросили его показать, где лежат тела, потому что описание места было недостаточно. Нужно, чтобы кто-то указал на него пальцем. И он согласился, потому что семьям не терпелось попрощаться с погибшими дочерями. подозреваемый дочерей. Я тоже был там и нашел руку, которая принадлежала Ай-Ку-Ку. И только тогда мы узнали наверняка, что вообще с ней произошло. Подозреваемый рассказывает о девятой жертве. Я наконец-то узнала, что случилось с Айко через газетную статью об Эдмунте Кемпере. И что это он был убийцей, отнявшим жизнь Айко. И когда я прочла эту статью, я просто не выдержала и разрыдалась. Я все плакала и плакала, не в силах в это поверить. И тогда мне было очень трудно осознать, что именно случилось с моей подругой. Часть меня до сих пор чувствует боль от ее утраты. Но я хочу сказать, что чувствую и радость, когда вспоминаю нашу чудесную дружбу и все эти замечательные моменты, которые я прожила с Айко за все эти годы. Аптас, штат Калифорния. Больше всего нас удивило, что он творил нечто подобное в такой близости от дома. В случае одной из жертв он закопал ее череп на заднем дворе матери. Более того, он рассказал мне, как срезал лицо с черепа. Закопал череп и положил лицо сверху. Я спросил его, зачем. И он сказал, чтобы знать, что она всегда смотрит на него снизу вверх. Чья голова закопана на заднем дворе? Синди Шелл, четвертая студентка. Я помню, как заглянул в эту яму и понял, что однажды это была красивая молодая девушка, которую я видел на фотографиях. Но она погибла этой ужасной смертью. это был очень трудный день. Я думал обо всех этих людях, которых он убил, и подумал, что если судья приказал мне отвезти его к реке у здания суда и застрелить, то я бы согласился. настолько это меня поразило. Сегодня в Санта-Круз день ожидания. Жители пристально наблюдают за тем, как следователи и прокурор Питер Чанг начинают строить дело против Эдмунда Кэмпера Третьего. Если бы это был детективный роман, то Эдмунд Кэмпер ни за что не стал бы подозреваемым, потому что в нем не было ничего интересного или выделяющегося. Он был очень тихим, это, наверное, самый с виду безобидный двухметровый парень за всю историю. И те, кто его знал, не могли в это поверить. Если послушать Эдмунда Кэмпера, то сразу бросается в глаза его ум словарный запас, его красноречие, он совсем не соответствовал образу злодея-убийцы. Нам надо было забрать его рано утром и отвезти в Санта-Крус на встречу с адвокатами, провести весь день в суде, опять встретиться с адвокатами, а потом отвезти в Сан-Матео. И он... Нам надо было быть осторожными. Нам нельзя было вступать с ним в разговоры. Но он очень разговорчивый человек. Он очень любил общаться. И он постоянно разговаривал с нами. Я помню, как однажды напротив нас ехала одна женщина, и... И она как бы высунула голову из окна, чтобы высушить волосы, пока мы проезжали мимо, и... Это очень расстроило Эда Кэмпера. Она невнимательно ведет машину, ее надо оштрафовать. Чем она вообще думает? Я подумал, надо же! Какой странный комментарий о том, что ее надо оштрафовать, он только что убил восьмерых человек? Где в этом логика? Я освещал суд и все слушания. И тут ты приходишь на работу, и некоторые даются легко, а другие нет. И в один такой день, когда присяжных знакомили с уликами, я обернулся и увидел отца одной из жертв. Думаю, это был отец Розелин Торб. И выражение его лица говорило о невероятных мучениях. Это задело меня, и я начал плакать прямо в суде и не мог остановиться, что не очень-то профессионально для прожженного репортера. Так что я пытался это скрыть, но не смог остановиться. на заседаниях суда люди выкрикивали «Убейте мерзавца!» и все в таком духе. Эд Кемпер осознался во всех этих убийствах, и мы сомневались не в его виновности, а только в его вменяемости. Его команда адвокатов настаивала на том, что он был невменяемым и не понимал, что творит. Пытались доказать, что у него проблемы с психикой. Вы говорили, что больны. Вы сумасшедшие? О, да. Это очень грустно. Мой отец взял у Кемпера несколько интервью. Сторона защиты попросила его поговорить с ним и определить его вменяемость или невменяемость на момент совершения преступлений. И разговоры с Кемпером, а также изучение его прошлого и его семьи стали для него большим шагом вперед в плане понимания, каким типом убийцы был Кемпер, ведь он очень отличался от остальных. Но в одном он никак не мог разобраться. Папа не мог понять наверняка, говорил ли Кемпер искренне или играл с ним. И поэтому он решил проверить, нет ли каких-нибудь подавленных воспоминаний в подсознании Кемпера. Так что во время одного из интервью он ввел ему аметалл, натрия, сыворотку, правда, чтобы попробовать глубже погрузиться в подсознание Кемпера и узнать, есть ли еще что-нибудь, что не всплывало во время обычных бесед. Доминиканская больница, Санта-Круз. Сейчас я начну медленно вводить вам раствор, а вы говорите, как себя чувствуете. Я чувствую, как она медленно поднимается по руке. Чувствую покалывание в носу. А я переживал. Да. Боялся, что случится что-то плохое, но теперь я спокоен. Чтобы ввести Кемперу аметалл, натрия, Ланди сначала пришлось договориться с местной больницей. Аметалл, натрия, это одна из семи разных субстанций с содержанием барбитуратов, с которыми экспериментировали военные, чтобы узнать, может ли она обойти умственные блоки и расслабить человека, чтобы тот рассказал больше. Сегодня все по-другому. Все совсем иначе. Все мои маски, все это вранье исчезли. Я убивал людей. потому что не мог иначе. И что толкало вас на это? Айка Ку. Она была милой. Если бы я ее отпустил, то она скорее всего рассказала копам, и меня бы поймали. А я уже убивал. Но я сделал несколько ее фотографий, чтобы больше не убивать, а просто смотреть на фотографии. она занималась танцами. Ее ждало блестящее будущее. Я не хотел ее трогать, но я уже принял решение. Я следовал строгим, четким правилам, о которых постоянно на себе напоминал. Она была единственной из девушек, кому я совершенно точно не хотел вредить из-за того, какой она была. В его словах чувствуется вина в перемешку с его странной тягой убивать, убивать женщин. На каком-то уровне он четко осознавал, что совершает ужасные поступки, но такое ощущение, что он не контролировал себя и должен был убивать. Еще я ел тела, мясо с бедер, сразу же после убийства. Нет, я отрезал кусочки, а потом хранил какое-то время перед тем, как съесть. Я не хотел убивать кого-нибудь еще. И размораживал кусочки и ел. их. То есть вы хранили части тел умерших, чтобы утолить жажду убийства. И в этом было что-то эротичное. Это возвращало те чувства, возвращало те мысли. И так вы удерживали себя от убийств, сохраняя части тел жертв и поедая их. Это были просто кусочки мяса. во время этого разговора он признался в каннибализме. Это было частью его желания обладать. Он не только убивал и расчленял жертву, но еще и забирал себе часть ее тела, чтобы поместить ее внутрь себя, чтобы заново испытать то самое чувство обладания жертвой, что она принадлежит ему. Я не обязан был рассказывать. Верно. Врать легко, но я не хочу. Понимаю. Мне кажется, что наше путешествие подходит к концу. Сегодня финальное слушание по делу Кэмпера. После бесед с Кэмпером отцу необходимо было написать отчет для стороны защиты. и высказать мнение о его вменяемости или невменяемости. И папина дилемма заключалась в том, что с точки зрения закона Кэмпер вел себя как рациональный человек. Он скрывал свои преступления, он остерегался полиции, он тщательно планировал все свои преступления. И так как он понимал, что делает, то с юридической точки зрения трудно доказать его невменяемость. Но с точки зрения психологии отец считал его невменяемым. Для определения вменяемости либо невменяемости виновного в Калифорнии пользуются так называемым правилом Макнотона. И все психиатры, беседавшие с ним, сказали, что он понимал, что делает, и что он осознавал, что это неправильно, и потому должен быть признан вменяемым. Заявление психиатра Кэмпер вменяем. В Санта-Круз, Калифорния Эдмонд Кэмпер был признан виновным в убийстве собственной матери еще семи женщин. По итогам суда Кэмпера признали виновным в восьми убийствах, и его осудили на семь одновременных пожизненных сроков, что по сути значит, что он пробудет в тюрьме штата до конца своей жизни. Когда суд признал Кэмпера виновным, все вздохнули с облегчением. Я не могу передать словами, какое облегчение это принесло. Это было нелегкое дело для прокуроров, в нем участвовало много экспертов с возможной невменяемостью или ограниченность дееспособностью. И нам всем казалось, что справедливость была установлена. Мы надеялись, что его осудят на смертную казнь, но этого так и не произошло. Изначально Кэмпера осудили на смертную казнь, но после того, как его осудил на смерть судья Хэри Брауэр, закон изменился, и внезапно смертную казнь отменили. Так что его осудили на пожизненное бесправо на досрочное освобождение. Можно с уверенностью сказать, что Эдмонд Эмиль Кэмпер III одурачил многих людей. Он одурачил психиатра Ватаскадера, одурачил полицейских, одурачил свою мать и его друзей. Но, к сожалению, он одурачил еще и своих жертв, что самое печальное. Думаете, он одурачил и вас, Микки? Я... Вы ждете от меня честного ответа, да? Да. Он был вне нашего поля зрения. Кэмпер отбывает пожизненное в больнице для осужденных в Аковилле, Калифорния. Его держат в отдельном крыле с несколькими заключенными. Все эти годы он провел в одной и той же тюрьме. Почти 50 лет. Ему сейчас 73 года. Он перенес инсульт. Он инвалид. Он закрылся, ни с кем не общается, не контактирует с журналистами и писателем. Он решил стать отшельником. Так что, когда я общался с ним на камеру, то не исключено, что я был самым последним человеком в мире, с которым он общался. Вы знаете, что о вас многие говорят? Когда вы только поступили в тюрьму, вас называли монстром, маньяком. Насколько сильно изменился Эд Кэмпер, с которым я говорю сейчас? Я большой человек, выше двух метров. И, казалось бы, так человек должен быть склонен к насилию, агрессии, высокомерию. Но я иду в другом направлении. И 16-17 лет назад, когда меня только считали дружелюбным человеком, это было маской, но теперь я и правда такой. Эд Кэмпер очень непростой человек. Всю свою сознательную жизнь он вел внутреннюю борьбу с собой. Между добрым Эдом и Кэмпером и злым Эдом и Кэмпером. Но теперь он обрел умиротворение в Боге. И он сказал мне, что если его когда-нибудь выпустят, то он станет священником. И будет ходить к заключенным, которые умирают от СПИДа, и отпускать им грехи. И думаю, что таким образом он по-своему пытался показать миру, во мне еще осталось добро. мне нравится помогать людям. Помощь больным дарит мне покой. Я хотел бы приносить покой и им. Способен ли я на искупление творить добро? Мне нужно видеть, что какую-то часть меня еще можно спасти. с уважением Эд Кэмпер. Я уверен, что в будущем люди будут часто задавать мне вопрос, верите ли вы, что встретите Эда в раю? И мой ответ да. я не могу заглянуть кому-то в душу, но на это способен только Бог. Но основываясь на том, что я видел, я верю, что встречу его в раю. Я знаю, что эти слова многих разозлят. Я не верю в искупление. Люди часто об этом говорят. Но таким образом они просто убеждают себя, что они изменились. Но такие люди не меняются. Что бы они ни делали, он может сказать, что угодно. Или, может, он уже обрел покой. Но если это так, я этому не особенно рада. Я не хочу, чтобы он обрел покой. Я его не обрела. И его жертвы никогда не обретут. искупление не вернет роз. Искупление не вернет Элис. Они мертвы. И ничто не вернет их назад. Если следователь убойного отдела говорит, что на него не влияет работа, то он, скорее всего, врет. Потому что это всегда с тобой, внутри себя. я не думаю об этом постоянно. Но время от времени вспоминаю. Через что пришлось пройти тем бедным девушкам. Я не могу выбросить это из головы. Такие вещи просто не забываются. И время от времени они возвращаются. Но я научился с этим жить. Эти убийства оказали огромный эффект на округ Санта-Круз. Всего этого не должно было произойти. Но я рад, что мы смогли с этим справиться. Но это страница нашей истории, которую мы никогда не забудем. Эд Кемпер должен заплатить за содеянное им. И признаюсь вам, каждый раз, когда я проезжаю мимо тюрьмы вакавиль. Я ненадолго вспоминаю о нем, но потом живу дальше. Я всегда жил в мире своих фантазий. Но девушки были единственным, с чем я не мог справиться. Они не считали меня убийцей студенток до тех пор, пока я не начинал их убивать. Я ожидал, что это продлится немного дольше. Мое турне с убийствами студенток. Но кажется, у нас кончается пленка. Это будет. будет. Субтитры создавал DimaTorzok